Ну что ж, будем надеяться, что автогаз все-таки да подешевеет. Но вот другие товары постоянно ведь растут в цене. По решению Кабмина уже с 9 сентября подорожает алкоголь. Кроме этого, эксперты прогнозируют повышение цен буквально на все продукты. И это при том, что большинству украинцев уже приходится экономить на еде. Каких цифр ждать на ценниках? С чем это связано? И сколько тратят на продукты в Европе и у нас? Обо всем этом расскажет Любовь Кукла. Для этого она совершила контрольную закупку в Киеве, а ее коллега Елена Абрамович в Брюсселе. Икра, красная рыба и балык. Уже давно забытые большинством украинцев деликатесы. Но скоро даже непритязательные курицу и сыр люди смогут покупать разве что по праздникам. Это взагаля просто, я вважаю, диверсия против народа. Сейчас все дорого покупать. А будет еще дороже. Очень люблю говорить про позитив, но, к сожалению, в этом году мы его просто не будем, ни в первой половине года не будем, ни во второй. Эксперты сообщают, осенью все еще подорожает, хотя и сейчас ценники впечатляют. Мы решили проверить, во сколько обойдутся украинцам самые необходимые популярные продукты. Яйца, курица, овощи, молоко. Так что с этим списком прогуляемся по одному из столичных рынков. Добрый день, а в какую цену филе? Продавцы рассказывают, хотя цены пока прежние, покупателей уже поубавилось. Меньше стали покупать, меньше их количество. А в мясном отделе вообще штиль. Продавцов больше, чем покупателей. Людей на базаре не мают. Людей не мают за что куплять. В итоге за полкилограмма куриного филе, десяток яиц, сезонные овощи и литр молока я отдала 120 гривен. Большинство украинцев тратит на еду половину своих доходов. К обмине народ даже в обжорстве упрекнули, мол, в Европе едят меньше. И аппетиты, и деньги европейцев мы решили проверить лично. И пошли за таким же набором продуктов в брюссальские магазины. Помидоры в какую цену? Евро 45 за килограмм. Это свекла красная, евро 45 за килограмм. Капуста белокочанная, 2,50 за головку. Эти цены для Брюсселя обычные. Примерно столько же стоят овощи в недорогом супермаркете. Морковка, евро 50 за килограмм. Капусточка вот такая вот есть. Цена тоже евро 50 за килограмм. И в принципе очень многие овощи так и стоят. Евро 50, 2 евро за килограмм. В итоге за тот же набор продуктов моя коллега Елена Абрамович отдала 10 евро. В Киеве мы заплатили 4, но есть одно но. Слишком большая разница в доходах. Минимальная зарплата в Украине 3200 гривен. Это примерно 110 евро. В Бельгии минималка 1200 евро в месяц. Но несмотря на разницу в заработках, украинские цены постепенно становятся все более европейскими. В отличие от доходов. Если мы уже будем завышать цены внутри рынка, внутри Украины, то понятно, что мы будем сами есть польское сало, испанскую говядину и так далее. Очередной скачок цен прогнозируют уже этой осенью. И даже приблизительные суммы называют. К примеру, за килограмм говядины придется заплатить 170 гривен. За свинину немногим меньше. Подорожает и самое популярное мясо. Цены на курицу вырастут до сотни. Да и яйца станут золотыми. Десяток минимум 25 гривен. Что происходит с ценами? Это очередное сезонное подорожание или причина в другом? За ответом едем в село к фермерам. В саду есть все. Это хозяйство в Киевской области. Кроме сада, здесь теплицы с овощами и ягодами. А еще 300 голов скота. Александр Чубук занимается фермерством всю жизнь. Но говорит, во время кризиса даже думал все продать. А подорожание объясняет просто. Инфляции и курсом доллара. Рис цену на доллар причинив сближение затратной частини у всего производителей. То есть на сегодняшний день насильство, засоби, защиту, Миндоброго, ГСМ. Это все импортный товар. То есть покупаем мы его за доллар. А за что покупаем, за то и продаем. Ведь в себе убыток никто работать не будет. А дотации от государства нет. А значит впереди еще одно сезонное подорожание. Непонятно лишь, когда не только цены, но и зарплаты в Украине хотя бы приблизятся к европейским. Любовь кукла Елена Абрамович, Сергей Ведмить, Вадим Сверидонов и Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер.